Добрый день! Мы продолжаем наш онлайн-курс по стратегии самобытности, который посвящен сейчас алгоритмам селф-коучинга. И я хотела бы остановиться на очень интересном моменте, который мы вчера разбирали. Это так называемая серая зона между контролем и спонтанностью, где человек оказывается в состоянии затруднения, как трактовать свою степень ответственности за свои поступки и где действительно есть некие знаки судьбы, проявления всеобщего, а где просто оказывается, что он что-то недоработал. И надо сказать, что это характерно для многих, когда действительно просто недостаток личного контроля, принимается за какие-то серьезные поразрения, какие-то, собственно, знаки свыше, и человек в итоге не только не получает желаемое, но и таким образом фиксирует неправильные модели поведения. Я приводила очень такой банальный пример. Человек, допустим, учится в университете, у него есть некоторые сомнения относительно ту ли специальность он выбрал, тем не менее, на самом деле, это из имеющихся лучший вариант. И он, допустим, учится на геолога. И вот он в очередную сессию опаздывает на экзамен, пропускает возможность его сдать и воспринимает это таким образом, что, значит, это такой знак свыше, наверное, мне не нужно быть геологом. Но все-таки идет на следующий экзамен. Но поскольку настрой у него уже соответствующий, то он и этот экзамен умудряется пропустить, опять опаздывает. И, соответственно, его мнение укрепляется. Так дальше начинает повторяться со всеми экзаменами. И, в конце концов, он действительно отчисляется из института и тем самым подтверждает свое мнение о том, что вот Вселенная не хочет, чтобы он был геологом. На самом деле, если человек принимает ответственность за свое решение, главное, за свою зону контроля, ведь прийти во временный экзамен – это зона личного контроля. То есть вы можете поставить пораньше будильник, рассчитать, сколько вам доехать, какой-то запас времени себе выбрать, то есть чтобы быть обязательно наверняка там. Таким образом, собственно, если из первой ситуации человек делает правильный вывод, что он зону своего контроля неправильно очертил и ему нужно исправиться, то дальше он на все следующие экзамены приходит вовремя, значит, первый экзамен пересдает и в итоге продолжает обучение. Поскольку человек делает неправильный вывод, что, дескать, вот судьба такая, да, не вышла, значит, все против, да, то он не только не продолжает обучение по выборной специальности, но и ко всему прочему оказывается в ситуации, когда он упорочивает свои дурные привычки к опозданию и дальше продолжает себя вести таким же образом, то есть он не прикладывает усилий для исправления этой черты. И вот, собственно, на таком простеньком примере, я думаю, что вы сейчас очень многие могли сразу узнать, где вы действительно трактовали свои оплошности как некие знаки свыше и в итоге теряли свои возможности, теряли свои достижения и пропускали те ситуации, в которых вы могли бы развиваться, списывая это на какие-то мистические происки, тогда как здесь все на самом деле очень просто. То есть, как я очень часто говорю, не нужно мистифицировать простые вещи. Мистика в жизни действительно присутствует, но зачастую мы к этой зоне относим то, что на самом деле должно разумно контролироваться и, собственно, здесь возникает очень много вот таких пробелов. Итак, сегодня вечером мы продолжаем разбираться с самомотивацией. Жду вас всех на своем мастер-классе. Эфир по-прежнему проводится из Черногории. У нас прекрасная погода. И я надеюсь, что эту энергию, эту мистику я тоже смогу вам передать онлайн. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok